Добрый день, дорогие друзья! Чайник здесь. И сегодня у меня снова новостной ролик. Вы просили, я делаю. Первая новость про Logitech G102. Вроде как появились... Сейчас я микрофон даже поправлю. Вроде как появились сливы с изображением G102. Возможно, так сказать, они её переработают, выпустят новую версию. Может быть, даже сделают её легче с сохранением той же самой формы. И, как сказать, без дырок. Как это сейчас новомодно, надеюсь. И вслед за этим, возможно, они даже обновят G300... Какая она там? 302-305. В общем, беспроводная. Та же самая мышка, только беспроводная. Я надеюсь, что они это сделают, потому что форма иконическая. Можно сказать, легендарная. Всем она заходит. На основе этой мышки очень много модификаций было сделано. То есть, брали за основу плату и фигачили свои кастомные формы и так далее и тому подобное. По большей части, какие минусы вот этой 302-й, 304-й, 305-й, я вижу. Это то, что батарейка. Ну, то есть, пора бы уже перейти на аккумулятор. Хотя, как бы, для кого-то, может быть, это будет плюсом. Вот. И микро-USB с учётом того, что в данный момент вроде как там антимонопольная служба или что-то там, или по борьбе с экологией, я, честно, не помню точно, как эта служба называется, призвала все страны и всех производителей переходить на единый стандарт интерфейса провода. Ну, то есть, на USB Type-C уже принят этот закон. Скорее всего, если они будут выпускать новую версию 304-й, 305-й мышки, то она будет с USB Type-C в том числе. Надеюсь, что они и вес урежут, ну, и, соответственно, дадут возможность... Ну, то есть, как сказать... В общем, эта мышка будет с аккумулятором, нежели с батарейкой. Вот. И мне кажется, что это достаточно клёвая тенденция. Надеюсь, что и G-Pro X Superlight обновят, и другие мышки обновят. Везде будет USB Type-C. Это будет клёво, прекрасно и замечательно. Везде один и тот же провод. Это прям... Вот. А мы переходим к следующей новости. Ещё одни, так сказать, сливы уже подтверждённые. Самой компанией уже, получается, снисли его анонс полноценный. Ну да, в общем, Model O2 Wireless. Это новая мышка от компании Glorious. С новым сенсором BAMF 2. 68 грамм. 100% PTFE-ножки. С дырками, к сожалению. Ой, я фон не поменял. Секунду. Это не они, не переживайте. Это Pro-версия. В ней нет дырок, но... Ну, картинка, да? Марина потом подставит, она найдёт там. Тут будет изображение мышки. Просто я к тому, что по форме и по там кнопкам и всё такому. О2 похожа вот на эту мышку, только она вот с этими стандартными полосками RGB по бокам. Ну и, соответственно, с сотами, которые уже, наверное, всех задолбали. И мышку с сотами. 68 грамм. Почти 70. Ну, блин, уже даже Razer сделали 60 грамм без сот. Ну, вы чё? Вы чё? Вы уже выпустили мышку без сот. 60 грамм почти. Или сколько она там весится? 63. 5. 10. Минут 10. 15. Минут 5. 10. 5. 4. 5. 10. 5 утра. 5 утра. Вот. Ну, можете же. Ну, зачем? Зачем выпускать опять огрызок? Я расстроен. Честно вам скажу, я расстроен. То есть, да, там какие-то новые микрики, оптические, якобы суперчистые, суперкрутые. Вот это вот всё. Да, у неё там будет ещё Bluetooth-модуль, то есть, можно будет её подключать по Bluetooth-у, но кому нахер нужен в игровой мышке Bluetooth? Ну, серьёзно. Ну, вот вы собираетесь моду лов использовать для работы? Не. Ну, 210 часов автономности, якобы. Но, опять же, это может быть вообще по Bluetooth-у автономность. Хрен его знает. Но, честно говоря, я очень сильно разочарован, потому что в 2023 году делать мышку с сотами, 70 грамм, 68, 70. Вы понимаете, что это очень, это очень много. Очень много. Для ультралёгкой мышки это очень уже много. То есть, если бы не было там... Блин. 60 грамм. Ни единой дырки. Понимаете? Ни единой дырки. Razor Marine, подай. Вот эта мышка 72 или сколько там, 73 грамма весит. Понимаете? Вот это. И хрен знает сколько лет уже выпустили обновлённую версию, которая весит... Блин. 60 грамм. 60! Так ещё и выпустили Desider V3, который тоже весит, сколько там, 61 или 62 грамма. И ещё раз. Она огромная, здоровая мышка. Ну, прям под ладонный хват. Эти, блядь, выпускают Model O с той же самой формой и с дырками. И 70 грамм. Куда граммы... Куда граммы вы засунули? Вот эти вот срезанные, блин, сот. Не верю я. Куча китайцев уже сделали. Ламзу, посмотрите. Без сот мышка. 60 грамм весит. Ну, около того. Почему китайцы смогли, а другие китайцы вот эти вот не смогли? Ну, это якобы американцы, но... В общем, я разочарован. Посмотрим, что будет, конечно, в итоге. Но я считаю, что они должны были выпустить в массовое производство именно вот эту мышку, про-версию, которая без сот, с разными там цветами. Да сделали бы просто белый-чёрный похер. Главное, чтобы без сот и стремиться к 60 граммам пора. Ну, пора уже. Уже все туда идут. Несмотря на размер. Всё. К следующей новости. И к третьей новости. Снова Xbox. Снова Xbox. Снова... Не, в прошлый раз Oreo было. Да, в прошлый раз был Oreo. Итак, в этот раз у нас специальные версии Xbox Series S и Xbox Series X. Series S впервые в чёрном цвете. Ну, основной цвет чёрный. И вот этот рисунок Грогу. Выглядит просто фантастически. Это просто космос. Вот посмотрите, как они отлично сочетаются. Хочется даже два купить вот таких вот. Поставить их рядом друг с дружкой, чтобы вот Мандалорец смотрел на... На Йоду маленького, на Грогу. И прям было... Вот. Выглядит офигенно. Контроллер в виде Грогу в его вот этом вот худи. Это просто космос. Я считаю, что офигенно. Мне кажется, ну, данную версию стоит запустить также в более-менее массовое производство. То есть она будет пускай лимитированная, как Hala Edition. Но, тем не менее, было бы очень прикольно видеть это в продаже. И, возможно, даже приобрести себе одну такую версию. Просто потому, что, ну, выглядит фантастически. Как минимум, вот эта вот версия с Грогу прям вот очень ярко, очень прикольно, офигенно стояла бы в коллекции. Мандалорец, она больше такая черная, понятное дело, более такая спокойная. Подойдет в большее количество, так сказать, интерьеров разных дизайнов. Но, тем не менее, тоже очень круто. Ну, и контроллер в худи. Это прям... Это прекрасно. Если что, там нет никаких рисунков. Он просто вот этого вот уникального цвета, который максимально похож на цвет Грогу. Вот. Выглядит клево, интересно. Я бы купил. Но, к сожалению, как бы... Я так понял, что продаваться не будет опять. Тоже, скорее всего, она будет распространяться среди, может быть, каких-нибудь подписчиков Disney+. Ну, в общем, я не знаю. Скорее всего, будет распространяться таким вот хитрым образом. Если вы видели какие-то новости, которые подтверждают то, что эти... Эти версии будут продаваться, то пишите в комментариях обязательно. Обсудим. В общем, все будет хорошо. И последняя новость на сегодня. Это Endgame Gear XM2WE. По-моему, так. Ну, в общем, Wireless Edition. Наконец-то. Наконец-то Endgame Gear выпустили беспроводную версию своей мышки. Что, несомненно, офигенно. Ее прям стоит приобретать. Потому что у нее стоят там суперкрутые микрики. Сто процентные тефлоновые ножки. Она без сот. Она весит 63 грамма. 63 грамма. Вот сюда смотреть нужно. Вот в эту сторону нужно смотреть Glorious. 63 грамма. Ни единой дырки. Ни единого отверстия, кроме зарядного. Вы понимаете, оптические микрики, легендарная форма. Это то, что должно быть сейчас в каждой уважающей себя игровой мышке. Должно быть, понимаете. Вот оно должно быть. Это прекрасно. И она знаете, сколько стоит? Вроде как она должна стоить около 6-7 тысяч рублей в каком-нибудь условном фофраге. У меня со скидкой будет еще меньше. Ну, понимаете. Они сейчас Model O вторую беспроводную выпустят. И, скорее всего, она будет стоить под десятку. Это дофига. Я за десятку возьму вон там Superlight. Более универсальная форма. Она без сот. Без дырок. 2023 год. Come on, Glorious. Не туда смотрите. Не туда воюйте. Вот. Надеюсь, что вам был полезен данный ролик. Эта мышка вроде как уже на неделе появится в продаже в фофраг. Это не реклама. Я не сотрудничаю с фофраг. Но, тем не менее, я у них покупаю и могу рекомендовать. Это чисто моя личная рекомендация. Мне этот магазин нравится. И, собственно, наверное, все. А, и один важный моментик. Пожалуйста, если вам не сложно, подпишитесь на телеграм-канал. Он будет по ссылке в описании под этим роликом. Там я сейчас стараюсь перейти в телеграм, потому что, опять же, ВК более такая строгая платформа. Мне она неудобная, некомфортная. В общем, все очень сложно, грустно и так далее. Поэтому я перехожу именно в телеграм. Там будет и лайв-контент, и мемчики разные, которые связаны непосредственно с моей работой, с моей жизнью. Ну и кошки. Кошки, конечно же, кошки. Феня, иди сюда. Иди сюда, Феня. Не кусай только. Только не кусай. Вот, кошки. М? Ха. Не убивай. Спасибо. Все. Я возвращаю на место. Сейчас меня уебут.